Центр службы 112 готов к работе. Два года назад в городе решили разработать новую систему приема экстренных вызовов. Теперь, заходя в здание центра, словно попадаешь в небольшой музей. Вокруг старинные аппараты связи и оповещения. А вот дальше уже 21 век. Свежий ремонт, подключено современное оборудование. Сотрудники готовы к работе. Звонок напрямую будет приходить на оператора. Ожидание звонка в течение 8 секунд, после чего оператор примет любой звонок и перенаправит этот звонок, создаст карточку и направит этот звонок в службу реагирования. Сейчас номер 112 работает по принципу автоответчика. На ожидание, пока прокрутится запись, уходит около минуты. Несколько драгоценных секунд на набор нужной службы, а еще минут пять на ожидание ответа и объяснения ситуации. Новая система позволяет реагировать намного быстрее. Вы Ковшова Анна Олеговна? От звонка до этой заветной фразы проходит не более минуты. Операторов научили быть ведущими в разговоре. Они беседуют ровным успокаивающим тоном, коротко, по-деловому. У абонента на том конце провода должна появиться уверенность, что помощь прибудет совсем скоро. Среагировать надо быстро, чтобы человеку успеть помочь и успеть назначить службу. На данный момент осталось только навыки выработать, а так несложно. И уметь, так сказать, все вопросы, которые задает заявитель, правильно их систематизировать и на правильные службы назначать. На каждый вызов составляют карту и одним нажатием кнопки информацию отправляют на пульт пожарным, полицейским, скорой помощи или газовой службе. Спасатели должны выехать незамедлительно. Место удается определить по интерактивной карте мгновенно. Примерно указывается место положения звонившего, обратившегося. В случае прекращения звонка со стороны позвонившего, оператор имеет возможность дозвона автоматического. То есть система позволяет вызвонить обратно этот звонок этого обратившегося. Несмотря на полную готовность и положительные оценки контролирующих органов, приступить к работе пока нет возможности. Ни одна из служб не согласовала регламент. Где-то не готовы специалисты, где-то не хватает современного оборудования для оперативного принятия информации от центра. Работать в режиме 1.1.2 можно будет только тогда, когда Министерство связи и массовой коммуникации дадут разрешение операторам связи на использование данного номера. А предстоит, во-первых, на следующий год накрыть всю территорию Ивановской области, подключить все муниципальные образования. Первым городом, который подключит к системе, будет, конечно, Иваново. Сроки зависят от того, насколько быстро удастся получить разрешение от федеральных структур. Специалисты рассчитывают, что это не затянется более чем на три месяца. А до конца 2018-го подключат все муниципалитеты.